Ивановские и не только Ивановские волонтеры продолжают помогать жителям Крымска, пострадавшим от наводнения. В числе добровольцев от нашего региона депутат Михаил Шор. Он рассказал по телефону, что им приходится разгружать машины с гуманитарной помощью, помогать местным жителям в разборе завалов. До сих пор в городе есть места, куда еще не дошли ни спасатели, ни волонтеры. СМИ сообщают, что сердобольные россияне все-таки обеспечили жителей одеждой. Всего остального по-прежнему не хватает. Люди хотят кушать и пить каждый день. И поэтому, сколько бы ни приходило, все равно гуманитарная помощь нужна. Нужны и продукты питания, нужна и питьевая вода, нужны и средства личные, и гигиены, и так далее, и так далее, и так далее. То есть город Крымск – это 50-ти тысячный город, и десятки тысяч человек пострадали. Поэтому любая помощь нужна сейчас, и она будет нужна и завтра, и послезавтра, и потом. Интернет, как и Крымск несколько дней назад, наводнен разными слухами. В числе самых обсуждаемых – реальное и официальное количество погибших. Многие считают, что озвученные цифры сильно занижены. Добровольцы рассказывают. В полуразрушенном Крымске слухов сейчас очень много. И верить всем точно не стоит. Допустим, был слух о том, что идет вторая волна. В городе разразилась паника. Люди на машинах стали из города бежать. Но это были лишь случаи. То есть слуховые компании возникают постоянно, но верить им просто не надо. Вскоре ивановских волонтеров станет больше. В Крымск уже отправилась группа еще из 18 человек. Елена Белова, РТВ Иванова.